Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Продолжение рубрики ответы на вопросы подписчиков. Очередной интересный вопрос от подписчика канала. Итак, Семьон, это Ник. Алексей, здравствуйте! Вижу, что вы очень толковый и опытный человек, поэтому хотел бы получить от вас объяснение. Огромное спасибо за такую высокую оценку моего труда. Я стараюсь быть полезным и объективным для вас. Хочу поставить на ВАЗ-2115 на генератор трехуровневый регулятор напряжения, так как стоит энергопотребляющая музыка сабвуфером. Вопрос следующий, будет ли быстрее изнашиваться генератор, если он будет работать с этим регулятором на полную мощность. Очень жду ответа от вас. Спасибо заранее. Друзья мои, ну понимаете какая штука? Генератор ваш, он не выдаст больше, чем на что он способен. Вы хоть какие туда регуляторы ставьте, он все равно больше не выдаст. Если вы ставите большой потребитель какой-то, нужно каким-то образом компенсировать. Либо генератор должен быть у вас большей мощности, либо вам необходимо устанавливать специальные конденсаторы. Многие меломаны прекрасно понимают, о чем идет речь. То есть фарадные конденсаторы устанавливаются в багажное отделение. Конечно же они компенсируют вот эти вот потери, которые просто не может компенсировать ни генератор, ни аккумулятор автомобиля. Если у вас настолько мощная музыка установлена на автомобиле. Просто так, установив какую-то релюшку, управляющую зарядом, вы не решите в корне этот вопрос. Обычно эти реле применяются как бы для улучшения заряда. Там трехуровневые, скоро будут и десятиуровневые. Скоро придумают, что еще капельную зарядку для автомобильной зарядки аккумулятора. Но, друзья мои, это все, конечно, чепуха. Генератор есть генератор, он неизменный, который был у вас такой и стоит. Если вы решили увеличить мощность потребителей, то побеспокойтесь об увеличении мощности выдаваемого генератора. То есть, замените генератор на более мощный. Я думаю, что для вашего автомобиля существуют в природе или в продаже всевозможные генераторы повышенной мощности. Надеюсь, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал. На этот канал, а также на мой канал в Дзене. Вот QR-код, камеру мобильного телефона направьте на него и вас перебросит на мой Дзен-канал. Подпишитесь. А если вы смотрите мой канал с мобильного телефона и не можете направить свой мобильный телефон на этот QR-код, то просто перейдите под видео. Здесь в описании есть ссылочка на мой Дзен-канал. Нажмите на нее и вас опять же перебросит на мой Дзен-канал. Подпишитесь обязательно на случай непредвиденных ситуаций, чтобы мы всегда оставались на связи. задавайте вопросы в комментариях будьте здоровы всем пока